Тили-тили-ти-тили-тили-тили-ли-ли Подавление и злость Казалось бы, разная тема, в то же самое время, одна? Одна. А кажется, что разные, а на самом деле одна. Но, смотри, когда злость проявляется и накапливается, когда есть подавление. То есть это та подушка, на которой амортизационная такая, или амортизаторная, амортизационная. на которую ложится подавление. И чем больше человека давят, тем больше эта подушка сжимается, и тем больше потом выстрел. И тогда уже злость можно градировать на ярость, на гнев, на что угодно. Выстрел он уже даст вот брызги. Брызги. А уже там какие они будут? Да. Гнев, ярость, вина, обида, злость, агрессия. И пошло, и пошло, и пошло. И по злости на самом деле выковырять ее из тела нереально сложно. Смотри, злость напрямую связана с кровью. Вот как бы это не звучало, да, казалось бы, как? Все связано с кровью, вся информация связана с кровью. Но злость непосредственно влияет на кровеносные сосуды. Она просто напрямую связана с капиллярами, с артериями, с венами. Она их крошит. Она их крошит. И когда у человека крохкость сосудов, когда у человека возникают эти расширения, сужения сосудов и так далее, это все о злости. Всегда о злости. То есть злость не бывает, не проявлена. То есть она всегда бьет по сосудам. И таким образом, если ты начинаешь работать со злостью, ты как бы априори начинаешь работать с сердечно-сосудистой системой. Ты априори начинаешь делать профилактику инфарктов, инсультов. Да, давление, да. Да. Но кровеносными сосудами обеспечиваются все внутренние органы. Нет внутреннего органа, который бы не имел кровеносного обеспечения. И получается злость. Дальше она уже приобретает оттенки. И в зависимости от того, какой оттенок она приобретет, если она приобретет желчный оттенок, такая желчность у человека, пошли камешки в желчном пузыре, да, собираться. То есть там идет накопление. Если она имеет язвенный оттенок, пошла язва. А язва уже многолика. Здесь может быть язва желудка, а может быть калит кишечника. И вот когда к калиту приходим, вот интересные портреты у людей, ты просто видишь, даже вот ты его видишь в социуме и понимаешь, о, парень, у тебя будет кишечник, а у тебя будет поджелудочная железа. Я как-то забежала была в аптеку, и мужчина там ругался с аптекаршей. Я смотрю и понимаю, что у него должен быть панкреатит. То есть вот у меня первая мысль просто была, вот так может проявляться человек с аптекарем, только страдающий панкреатитом. И потом они начинают обсуждать лекарства, и лекарства от панкреатита. У меня даже смех разобрал. Думаю, блин, вот ты ж этого не спрячешь никуда. Это проявление человека. Оно вот на лбу написано просто крупными буквами. Ты подумай, что ты делаешь, ты подумай, как ты проявляешься. Вот твоя злость, сопряженная с твоей вот этой вот гадостью. Попыткой давить. Здесь даже слова иногда трудно подбирать. Ты просто видишь проявление и понимаешь. Привет. Привет язва, да? Привет язва. Привет желчный. Привет почечки. Да-да-да, привет сердечко. И морочек привет тоже. Но на самом деле подоснова-то злость. Классно так сейчас. Вот я прям. На самом деле это так. Потому что вообще подоснова злость, потому что человек в априори сейчас, это особенно очевидно, подавлен, подавляет сам себя, подавлен, боится, даже не боится, не хочет взять ответственности на себя. И поэтому подавляет и желает быть подавленным, требует из мира. Но при этом же не нравится. И возникает вот этот конфликт возникает. И начинается вот эта игра болезни, болячки. Так очевидно. При этом смотри по парадоксу. Закон парадокса. Вот наша книжка «Парадоксальное восприятие» на самом деле потом порвет все шаблоны в социуме. Да, сложное к прочтению, но блин, если человек догонит эти вещи, это по парадоксу. Ты живешь в обществе изобилия. У тебя все есть. Ты об этом не мечтал еще 50-100 лет назад. У тебя есть комфортные условия. У тебя есть возможность жить в любви. У тебя есть возможность наслаждаться каждым моментом. У тебя есть... Вот твои мечты просто сбываются и очень быстро. Ты хотел телепатическую связь. На тебе мобильный телефон. Ты уже ее имеешь проявленную. Ты хотел летать. На тебе самолеты. Ты хотел... У тебя все есть. У тебя сейчас такое количество всего, что ты даже попробовать все за свою жизнь не успеваешь. Ты хотел путешествовать по всему земному шару. Ты путешествуй, пожалуйста. У тебя есть возможности. У тебя все есть. И ты придумываешь, как себя подавить, как себя ограничить. Я не поеду отдыхать, потому что у меня кошка. Кошка виновата в том, что я не ходила в отпуск и не ездила отдыхать. И таких вот придумок очень много. А на самом деле в это время у человека давит жадность. Человек не позволяет себе. А не позволяет себе, потому что он банально не любит себя. Лень. Я ведь тоже здесь лень. Тут кроме лени есть другая подоснова еще. Ты знаешь, я на ней вешу сейчас второй день плотно. Смотри. Вот рождается ребенок. Он приходит ярким светом в эту жизнь. И его мать встречается в роддоме. Она берет его на руки. Она смотрит ему в глаза. Первый раз, когда мать смотрит в глаза, идет вот это тепло жизни, передается жизненной энергии. Да, это любовь. И она есть практически у каждой матери за редкими исключениями. Вопрос, куда она потом девается? Ну да. Ее потом нет. Согласна. Ее потом нет. Уже ребенку 3 месяца, 9 месяцев, годик. Он там лезет, он там... Все, начинаются те моменты, которые даже... Раздражение. Раздражение. Злость. Ты делаешь не так. Ты не соответствуешь коллективному. Знаешь, как нарушение моего ритма жизни. Нарушение. Вот, да? Получается внедрение в мою жизнь чего? В мою свободу. Мою свободу. Уже ребенок становится чужой. Да. Ты его родила, но ты его воспринимаешь как чужого. Уже, да. Пошла. Как не себя. Это твоя выделенная не я игра. Пошла первичная конкуренция. Пошла первичная конкуренция. У отцов, у детей она сразу начинается. Особенно отец, сын. Угу. И получается, уже у матери закрывается, уже нету этого теплого потока любви. Угу. И дальше мать становится деревянной. Она закрывается, она не дает его ребенку. Тот ребенок, который успел хватануть это через глаза, он еще может передать своим детям через глаза. А тот, кто не хватанул, тот вообще ничего не передаст. Он уже, да, он уже, в нем нету этого уже. Нету. Он не знает, что это такое. А дальше идет полностью коллективная загрузка. Опыт не получен. Опыт не получен, да. А дальше идет коллективная загрузка. А в коллективном уже совсем другое. А в коллективном любви нет вообще. Там холод. Там холод, да. Там выживаемость, потому что коллективное. Там инстинкты, там животный мир. Да, все. Там все через призму животного мира, потому что это непознанное, это бессознательное коллективное. Вот оно бессознательное животное непознанное. И получается, что в ребенка загружается, вот вместо этого жизненного тепла, вместо любви, вместо этого света, ребенок на подмене идет уже и загружает коллективное. Детский сад, потом идет загрузка, потом социум. С одной стороны, по парадоксу, опять-таки, надо адаптация. В социуме надо детский сад, надо развитие, надо школа, надо взаимодействие. А с другой стороны, это надо, оно абсолютно гармонично, если в семье открыты сердца, и если в семье тебя любят. А если не любят? А если заменяют любовь заботой, вниманием, едой, одеждой и так далее? А вот это вот искренне материнское, искреннего отцовского нету, тепла этого нету. Вот это проблема, а в обществе этого нету. И заметь, любовь, она стоит с благодарностью очень рядом, очень-очень рядом. То есть от благодарности к любви, вот буквально перешагнуть, вот раз, чужой человек, ты его искренне благодаришь, и ты даже можешь словить этот проблеск жизненного тепла, что ты ему даешь искренне, да? Когда ты искренен и открыт, когда ты искренен и открыт. Но ты даешь чужому человеку, и ты не даешь его ребенку. Потому что детей же не принято благодарить. Им не принято говорить спасибо, что ты пришел ко мне. Кстати, да, и это действительно, это действительно так. Редко кто, всегда к детям как? Должен. Должен. Должен, как чужой. Должен. И вот он чужой уходит без любви. Я тебе все, ты мне должен. И вот это вот должен, и это должен, должен, оно тушит интерес в ребенке. Да. Тушит, и появляется что, Наташа? Лень. А лень что рождает дальше? Ложь. Ложь, естественно, да. Пошла ложь. А потому что, ложь почему идет? Потому что начинает расти обида, злость, появляется ложь, что надо где-то. И все, и пошла игра в паутину. Вот она пошла паутина. А все начинается с матери с отца. Интерес тухнет. Вот они, родители. Вот этот момент, когда этот солнечный световой зайчик пришел. И ты казалась, и дальше любовь, 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 любовь. Даже ты, родитель, солнечный зайчик пришел, пришел вот этот свет такой. Я родился, да, счастье родилось. И ты, родитель, будь благодарен, ведь к тебе пришлось счастье. Спасибо, что ты пришел ко мне. Спасибо, родной. А что, смотри, получается, какая обратная, тоже парадоксальная. Блин, я уже плачу, я Ромку жду. Да, парадоксальная, блин, и я. И все, я начинаю. Парадоксальная какая штука, да. О, блин, ты меня на слезы. Это, смотри, я родился, да. А родитель, вместо вот этой благодарности, он знаешь, что делает? Мое. Мое, да. И потом должен, должен, смотри. Мое ограничил. Ты должен, должен, должен. И вот эта искорка, вот этот свет, вот этот вот широкий свет. Вау, это счастье. Оно в этой ограниченности, оно начинает тухнуть. Искорка, да? Да. Тухнет, тухнет, тухнет. И ее не под... Знаешь что? Вот это вот обмен искренностью, обмен искренностью. Да, смотри, вот оно, что раздувает красиво. Раздувает огонь любви между матерью и ребенком. А когда есть только ты должен, то оно тухнет. Вот ты должен, костер, да? А не приложи сюда усилий. Костер затухнет. Да. Да, да, да. Точно так же и дети. А смотри, а как только ребенок начинает восприниматься чужим, и начинается воспитание. Либо же у меня... Чего-то игра такая, воспитание. Я родитель, ты ребенок, я тобой буду... Ты соответствует, ты моя кукла, да. Я умный, да. Ты моя кукла. Блин, опять умный, я не могу. Разум, в мире должен быть разум. Блин, вот не могу прям... Каждый день с благодарности себе, с благодарности родным, с благодарностью детям, с благодарностью супругу, супруге. Дети-то вообще... Дети-то, знаешь как, дети на самом деле... Ведь это их решение к тебе прийти. Они тебя выбрали. Скажи им спасибо за то, что они к тебе пришли. Это наш жизненный ресурс. Дети-то наша жизнь на самом деле. Да. Это наш жизненный ресурс, который вот к тебе пришел, а ты его хом и не дам. Все, больше ты мое, да? Вместо того, чтобы вот расширяться вместе со своим ребенком, делается наоборот. Кстати, по поводу детей, мне так интересно читать чат. Я каждый день читаю. Я сейчас немного комментирую, только там, где... Ну, чувствую, надо наше вмешательство, чтобы мамкам помочь. Я читаю чат и смотрю, как все-таки зеркально оно работает. Вот мама где-то... Вот она хотела, но она не позволила себе. И оно фух вырывается, дети показывают. Ты не позволила, ну смотри, мы же нормальные, у нас все хорошо. Это ты не позволила. Мы специально сделали, чтобы ты увидела это, чтобы ты не позволила. Да, и вот тебе возможность, мама, увидеть. Увидеть. Пойти навстречу, да? Но ты можешь злиться на нас, да? Вот как у Людмилы были... Дверь закрыли дети, да? Ты можешь злиться на нас, но мы на самом деле, мы ничего плохого не сделали. Мы нормально, мы самостоятельные. А ты нам не доверяла. Да, мы можем, мы уже сами можем. Да. А ты можешь злиться, можешь там бесноваться, делать, что хочешь. Иди поработай со своей злостью. Да, да. И тогда, слышишь, кто первичен, курица или яйцо? Да? Да. Вот она взаимосвязь. Яйцо в курице, а курица в яйце. Да. Восьмерочка, восьмерочка, жизнь. Один у одного учится. Блин, как я сейчас четко это осознаю вообще. Как на самом деле мы считаем, что мы для детей. А как дети на самом деле это наше все вообще. Это наша возможность. Невозможность в плане, как возможность показать себя, знаешь, эго свое показать на ребенке. А возможность, увидев, то есть у тебя есть твой интерес, да, и рождается вот этот вот тоже интерес. И у тебя есть возможность расширяться, расширяться благодаря ребенку. И, знаешь, быть счастливым, счастье родилось, быть счастливым. А человек счастье забирает. Блин, вот даже здесь четко. Даже здесь. Смотри, ребенок рождается, счастье рождается, а счастье хлоп. Крокодил съел, солнышко проглотил. Вот тебе сказка. Точно. А тут бэмс, вместо того, чтобы счастье и продолжать это счастье нести, это счастье. Хлоп, моя жадность пошла. Проработай жадность, проработай гордыню, проработай вообще эго, пустоту, потому что ты же дуешь пустоту, вот эту уникальность свою таким образом, и все, и дальше будет счастье. Кажется, к своим деткам, да, они много, они, ты думаешь, что ты умнее, ты посмотри, будь как ребенком, будь как ребенок, будь чистым, но используй при этом свой опыт, и будь вот этим открытым. Все, мир красив, пошло счастье. Если соединить интерес, вот этот, который приходит, этот свет с ребенком, и твой жизненный опыт, то все, это расширение, это расширение и там, и там, и это расширение твоей будущей жизни, ты же для себя идешь, не куда-то, ты потом родишься, и ты родишься уже в других условиях, где тебя будут любить, они будут мое и зажимать, ограничивать. Вот оно, окончание цивилизации, а вот оно, расцвет цивилизации. Да? И подоснова, подоснова, везде вот этих вот, мое захвата, подоснова злости. Конечно. Но она все время имеет оттенок. Но она же еще сопряжена и со страхом. Я бы даже сказала, не сопряжена. Производная страха. Да, вот даже так лучше. Производная страха этой стороны диапазона человеческих состояний и эмоций, соответственно, инстинктов реакций. И если брать проработку злости, как я когда-то, можно отказаться, я хорошая девочка, я отказываюсь от злости, да? Нельзя отказаться от злости. Злость находится в тени. Это теневая наша часть, теневая наша часть самая сильная. Злость сопряжена с нашей силой. Она сопряжена с очень многими моментами в психике. Ее нельзя убрать просто так. Там самый большой ресурс наш. Там самый большой ресурс. Самый огромный. И отказавшись от него, мы действительно будем деградировать. Становимся слабыми и будем деградировать. Да, а здесь именно осознав нашу теневую часть, именно осознав и приняв ее, не отказавшись, а приняв, мы становимся... Мы начинаем этим ресурсом управлять. Да, мы становимся действительно невероятными. Мы действительно становимся невероятной красивой цивилизацией. Я это сейчас так вижу. На этом уровне вижу даже вообще. Но управлять злостью. Теперь представь, злость обычно... Состояние аффекта, да? Это вот когда она вырывается наружу, вообще неконтролируемое животное состояние. Человек может убить и не осознавать этого. А на самом деле, вот эти состояния аффекта, ведь это животный уровень. Это полная неосознанность. Это даже потеря сознания в моменте здесь и сейчас. Просто как отключение сознания. А в злости нет сознания. Там действительно отключается сознание. Когда человек зол, все, сознание отключено, разум отключен. Все, ярость и начинается разрушение. А подавление это болезни. Потому что везде нет принятия. Да, попытка чужой. Чужой, как с ребенком чужой. Чужой, да, да, да. Нет принятия своего. Что это я. Нет, я же хороший. Я же хороший, я добрый-добрый. А внутри? А смотри, вот этот подкаст будут смотреть люди, да? И сразу-то они чужие говорят. Ну как-то ребенок чужой. Да никогда у меня ребенок чужим не был. Да я все время люблю. И это люблю такое каменное. А если они чуть-чуть так это... Вот у них возникнет это, да? А если сядут и просто прислушаются к себе искренне. И поймут, какая здесь чистенькая правда. Искренность. Искренность, да. Потому что если вот так... Да я же, я же, я же, я же нет, я же хорошая. Начинается вот это эго. Эго там... И пошло надуваться. Я люблю. Как это говорить? Я люблю. Мы же тебя не стараемся обидеть, да? Мы не говорим, что там ты не любишь. Да, ты считаешь, что любишь. На самом деле. Любишь, считаешь. Но если ты глубже так... Просто чуть-чуть позволишь себе опуститься. Чуть-чуть опустить. Позволить себе чуть-чуть переступить за свою черту, которую ты никогда не переступал. И опустишься, да? Как это сказать? К своей чистоте, к искренности. Ты увидишь, что это правда. И это происходит в момент смерти человека. А проработка злости? Вот у нас курс. Да, дело в том, что вот даже курс, да? Даже то, что мы нарыли на проработку. Мы же не пользуемся чужой психотехнической базой. Даже то, что мы нарыли. Когда я осознаю вообще те вещи, что мы делаем, они сумасшедшие вообще. Они сумасшедшие, потому что они искренние. Они искренние, да. Они дают невероятный выхлоп. Но я даже вот по себе сужу. Перевести полностью все в управляемый режим. Это кусок самостоятельной работы. Вот уже вроде все осознаешь. А потом хупана, еще кусок осознаешь. Еще кусок, еще кусок. Такое ощущение, что эти зеркала, где отражаешься ты, и где отражается недобитый вот этот кусочек из твоей теневой части, сопряженной со злостью. Он у тебя периодически вылетает, вылетает, вылетает. Ты смотришь, смотришь. И каждый раз надо включать разум. И разумный подход. Вот даже смотри. Вот о нас. Вот у нас был прошлый подкаст, что мы писали на кухне. И сейчас. Вот как раз за 5 минут до подкаста я увидела вот этот материал, который мне переслали. Первая реакция. Злость. Так ты мне сказала, когда пальчики, у меня первая какая реакция? За шкирку. Да. Потом увидел, ну извините. А потом начинаешь рассматривать, задавать вопрос, а зачем мне? Включается разум. И ты начинаешь смотреть. Ты даже становишься благодарным этому человеку. Да. Но ты тогда смотришь по-другому на это. Проработать злость, по сути дела, целиком невозможно. Ее можно осознавать в каждом проявлении своем. И остановиться, и задать себе вопрос, зачем мне это прилетает? Что у меня сейчас в отражении? И как я могу помочь самому себе? Вот этот момент, как я могу помочь самому себе, это важно. Потому что в этот момент ты видишь это отражение. Если ты от этого отражения хочешь отказаться, да, со злостью, ты как на резинке, пум, отбросил, он снова прилип. Пум, отбросил, снова прилип. Уже проще игнорировать. Есть шанс, что не прилипнет. Но если ты хочешь действительно, помоги. Помоги, и тогда ты помогаешь самому себе, ты приходишь в баланс, и ты прорабатываешь злость, и у тебя больше нету этой злости. И это момент, когда ты каждый раз вот так отрабатываешь свою злость. А знаешь, сколько таких подсветок в жизни? Да. И знаешь, что я раньше бы сказала, буквально до теперешнего момента, что это принятие. Да, принятие. А вдруг вот в этот момент я поняла, что это не принятие. Принятие – это вот это вот молчание. Это молчание. А именно осознание. Осознание себя в этот момент. Осознание себя, что это ты сам к себе стучишься. Да. Вот. Вот это то, что действительно аннулирует, или как сказать, соединяет тебя с твоей частью. Очищает. Заполняет пустоту в тебе. Помнишь, начало книги «Глубина»? С чего мы начинали? Мы исследовали, когда ты отходишь от зеркала в игру. И ты свет. И мы шли в световых состояниях. И как свет, свет сознания распыляется на шарики. И шарики уходят все дальше и дальше. Ты хочешь вернуться, а вернуться не получается, пока ты все назад не соберешь. Вот эти состояния световые, они будут описаны в книге «Глубина». Но ты осознаешь, что ты не можешь собрать все шарики. И ты вернешься без части шариков. Ну, условно говоря, шарика. Часть будет распылена, и она уже не вернется. Она уже не вернется никогда. Она где-то пропадет. Но, возможно, когда-то она соберется во что-то единое и тоже вернется. Но это не сейчас. То есть игра за счет этого образует бесконечность. Если бы вот этой вот невозвращенческой части не было, бесконечности бы не было. Вот эта невозвращенческая часть, она возвращается к нам через злость. Она возвращается к нам через страх. мы боимся нашей тени, а в тени сокрыта наша злость и наша... Мы говорим злость, на самом деле, здесь злость это очень узкое понятие, здесь же, здесь вообще вся агрессивная составляющая, вся низкочастотная составляющая. Но можно сказать звериная часть. Вся звериная часть, да, вся животная часть. Животная. То есть, и тогда эта животная часть начинает осознаваться и трансформироваться, и тогда она может соединиться с сознанием человека и стать человеческой частью. И это трансформационный путь. То есть, это путь перехода от животного к человеку, это путь развития. Но точно так же можно уйти в распыление все дальше и дальше, и тогда ты уйдешь от животного дальше к насекомым и так далее. А если учесть, что у человека в психике человек видит призму, реальность через призму насекомого, сознание насекомого. То есть, базовая отсечка по людям, это сознание насекомого. Это даже не животное. То есть, для многих животный уровень, это уже развитие. И здесь со злостью это осознание. Без этого не будет ничего. Это осознание. И это осознанное управление. Вот это две вещи, которые можно разложить, градировать, объяснить, дать возможность прожить на опыте и под это дело поднять в человеке те истории, которые в нем зацеплены за эти варианты. И тогда у человека будут реальные изменения в жизни очень быстрые. Потому что слой агрессии, вот этот вот злости, он очень сильно влияет на здоровье. И, соответственно, на отношения, на все остальное. И на реальность. Потому что без здоровья реальность не строится. Либо строится там по больничкам. Да. Злость уносит наш ресурс в никуда. В никуда. Мы его вообще теряем, Наташа. Вот. Вот это распыленная часть. Он уходит вообще. Да. Он уходит вообще. И тогда свой ресурс мы можем получить только на опыте. Через опыт. То есть заново. Да. Заново. И если мы, смотри, какая штука происходит. И если мы заново не осознаем, да, заново продолжаем отказываться. Наш ресурс... Вот оно. Уменьшение жизни человека и уменьшение роста человека. То есть, смотри, человек за счет этого слабеет. Каждый раз он слабеет. Кажется незаметно, да. А на самом деле, смотри, на самом деле раньше, вот если взять, люди меньше болели. Они болели, но меньше. А сейчас обрати внимание. Они болят постоянно. Да. Где-то начиная с 40 лет, каждый, наверное, ну, я не знаю, второй даже не скажешь, даже еще больше. Два одноклассников, Верки, 80% уже больных. Больных. То есть изначально. Это о чем? О том, что уже настолько распылились, настолько ушла в никуда наш жизненный ресурс, что уже мы живем на... Знаешь, мы уже рождаемся без ресурса. Вот уже даже можно так сказать. Вот. И при этом, смотри, вот уходит сознание, уходит в деградацию, идет понижение, да. Соответственно, оно вот эти части больные, оно пытается отделить, выделить сознание болезней. Потом, во время инкарнационного цикла, мы же все четко видим. Полностью все болезни текут за сознанием человека. Все болезни переходят в следующую инкарнацию. Вот оно, пожалуйста, вот оно то, что я сейчас только что и сказала. Мы рождаемся сразу больными. Сразу больными, без ресурса. Потому что это сознание уже выделено, оно идет уже выделенным болезнью. Все, оно уже побежало. И оно уже приходит, оно просто ждет по информационной метке, в какой момент раскрыться букетом заболевания. И у человека уже есть, это называется кармой. Но это же не карма, это же тебе не бог ляпнул, это ты сам с собой приволок. Просто ты тогда так сыграл, и эти очки с тобой перешли на эту жизнь. И ты сейчас с этими очками играешь. У меня плюсы в собственный колодец. Да, да. Это вот про плевание в собственный колодец. Если ты хочешь жить в любви, радости и счастье, то ты по возможности очисти колодец. Во всяком случае, дай шанс, как мы сегодня давали. Да. Да, да, да. Я понимаю, что мы иногда жестко даем шанс, но а по-другому как, чтобы тебя услышали? А по-другому. Есть такие моменты, когда по-другому не услышишь. Живи, относись так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Ты знаешь, эту штуку можно, эту фразу можно перефразировать. Ну вот, тогда это будь хорошей девочкой, слушай. А ты посмотри на эту фразу, другой, из-за зеркали, и ты увидишь совсем другое. Ты зеркальное отражение увидишь. Суть увидишь. А суть – относись так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Будь искренним, и ты увидишь искру в отражении. А человек перефразирует это. Я хорошая девочка, я всему служу, я там, 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 там. А внутри горишь, 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 подавляешь, подавляешь. Вот оно. То есть искажение. Искажение, да. Есть такое. А на самом деле будь искренним. Просто будь искренним. Смотри, а ведь люди боятся искренности. Боятся. Очень сильно. И когда, и даже, когда ты ему искренне произносишь, бывает вот такая, раз, и говоришь правду. Вот тебе задают вопрос, там, или какая-то история, а ты искренне говоришь. У человека, человек прям ступор вводит. Смотри, даже восприятие. Вот мы начали в Инстаграме записывать наши ролики. Когда мы видим, что человек на массовой аудитории, с большим количеством подписчиков. Но я на подписчиков на самом деле не смотрю. Я смотрю на суть, что говорит человек. И этот ролик мне прилетел в ленте, я на него не подписана. Да, вот это критерия Дора. Но согласись, что ты все равно иногда смотришь на подписчиков, потому что, когда ты словил, что он говорит, сразу хочется посмотреть, сколько людей это может услышать. Но сам факт. Его слышат люди. И когда мы начинаем записывать, да, пару раз звучало, ну, почему вы сели на критику? Нет, это не критика. Давайте тогда разберемся между критикой и между искренностью. Если я критикую, то я пытаюсь самоутвердиться на человеке, и я пытаюсь человека каким-то образом унизить. Да, речь не об этом. Следующий вариант, я могу пройти его мимо, игнорировать. Говори, что хочешь, и засоряй мой эфир тоже. Да? Но я не хочу видеть засоренный эфир. Я хочу видеть чистое зеркало. И тогда я искренне говорю, этот чувак, он классный, он много хороших вещей говорит, но у него вот сейчас идет подмена. Искажение. Искажение. И вот это искажение просто подсвечивает. Показать, да. Но тогда это не критика. Критика – это внизу. Критика – это, знаешь, как сказать, ложь. Критика – это ложь и подавление. И подавление, ну, это ложь. Это раскачивание игры. А здесь подсветка. Услышь, если ты добавишь искренности в свои выступления, то у тебя выступления будут другие. И заметь, сколько психологов сейчас начало говорить нашими словами. Нашими, да. Ну, подхватили. Потому что на это откликается сердце, на это откликается тело, на это откликается разум. То он-то все и делает. И тогда человек становится настоящим. А я хочу в мире, чтобы был не ум, а разум. Ум – это ограничение, это выделенная часть, кусочек. А разум – это расширение. Ум – это увлекалка в безумную игру. Ум – это то, что увлекает в безумие. И в психике это сектора безумия. Блин, и когда выйдут… Ум – он всегда приведет к разрушению. Всегда приведет к разрушению. Когда выйдет вот сейчас, буквально там пару недель, выходит книга «Инфодайнг. Знания из печати». Я понимаю, что для многих людей это будет взрыв. Просто взрыв мозга. Потому что они никогда под этим углом не смотрели, как они живут. Да. И это будет взрыв у психологов и психотерапевтов, потому что там полностью разрисована психика. Да. Ты знаешь, я думаю, что будут раскрываться сердца. Будут. На наших книгах. Так они уже раскрываются. Да, они уже. А книга «Знания», книга «Глубина» – это то, что просто раскроет человека. Человека, ну вот я, во всяком случае, я так чувствую, к искренности приведет. Наконец-то. Потому что, смотри, даже нашу первую книгу, не первую, вторая книга «Инфодайнг. Надсознание», да? Мы ведь часто с тобой слышим, что читают по второму, по третьему разу. Да. Для того, чтобы законспектировать. И причем самое интересное, что берут, когда люди берут, которые не интересовались инфодайвингом, а просто услышали и начали читать эту книгу. У них что происходит? У них раскрываются глаза, и я очень часто слышу, я теперь вообще не понимаю, как я раньше жил, жила. И хотят второй раз, третий раз читать, да? Правда? Да. Так уже сколько людей? Сколько людей. Потому что там искренность. Там искренность, и книги реально берут, да, одного человека покупают, а потом первый заказ, ушли книги, проходит неделя пачка, ушла пачка. Да, 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 да. И идут, 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 идут. Почему? Потому что сам начал читать, и хочешь, чтобы и твои родные читали, и дети читали. Да, жаба поддушивает, да, цены высокие. Но я не считаю, что это высокие цены. Для американцев это не высокие цены. Ты знаешь, я даже не могу оценивать это. Это бесценные книги. На самом деле это бесценные книги. Они бесценны еще тем, что они потом будут в коллекциях. Они в печатном варианте лягут в коллекции. Это само собой. Но на самом деле то, что в этих книгах, это бесценно. Там человек приходит к самому себе. Там то, что дает расцвет. Они бесценны и в материальном факторе. Я смотрю на это еще как коллекционер, да. То есть материальный фактор здесь, они изданы на бумажном носителе в очень малом количестве. Мы с тобой знаем, что это потом чуть-чуть погодя. А потом, да, потом это будет расходиться в коллекциях дорого. Но они будут продаваться в электронном варианте. Уже настройки идут, да, и это доделывается. Вот. И потом они будут печататься уже вот в современном варианте, как они быстро-быстро перекинули на бумаге, на принтере распечатали, пошла и пошла, и пошла, да. То есть это уже будет следующий расклад. Но они то, что они уйдут в массы, то, что они будут продаваться в очень больших количествах, я даже не сомневаюсь, книги интересные, они захватывают, они подхватывают. Мне, вот, кстати, недавно, ты даже не знаешь, моя знакомая, которая тоже купила книгу, она вот буквально, наверное, вчера или позавчера, она говорит, Ира говорит, я думала, ну, я немножко почитаю, там, до 12 ночи. Говорит, я до 3 часов ночи, я пока не проглотила, я не смогла заснуть. Она до 3 часов все полностью дочитала. Понимаешь? Так, что представляешь? Я знаю, потому что, и, смотри, ни один человек не может сказать, что это выдумано, это придумано, еще что-то, потому что здесь сердце говорит. Читают, люди читают сердцем, разум открывается, и чувства открываются. Да, читают сердцем, чувствами. И наша задача была, чтобы мы к этому пришли, а к этому прийти можно было только, когда ты искренне валишь по интересу. Да, только тогда, только. И этот объем работы можно было проделать только на искреннем интересе, потому что в противном случае ты никогда ни одного работника не заставишь столько работать, сколько работали мы. Конечно. Это сумасхождение. Без интереса ты не сможешь, ты, во-первых, будешь болеть. Ты будешь болеть, если тебе не интересно, а ты, или как это, через силу себя давишь, давишь, давишь. Во-первых, ты не выдашь искренний материал, но никак не выдашь. Да. Это будет, ну, никак не получится, да. А во-вторых, это разрушение себя. Это полностью разрушение себя. И поэтому в наших книгах там и ресурс еще есть. Каждый человек там найдет свой ресурс. А в наших курсах, смотри, то, что описано в книгах, можно прожить. Да, да. Но ты можешь прожить это в курсах. Да. Потому что мы вводили в эти состояния людей. То мы шли в этих состояниях, а потом мы понимали, что человек будет читать и будет говорить, я тоже хочу там побыть. А как мне там побыть? В своих фантазиях ни хрена. Ты идешь просто в эту программу и пошел. И ты это проживаешь на себе. И ты чувствуешь и знаешь, что это так на самом деле. Ты не в фантазиях пойдешь. Потому что вот, когда идешь по нашим книгам и по нашим курсам, ты идешь по клубочку. По клубочке. По нитой. Вот куда ни как-то клубочек покатится, туда идешь. Поэтому не будет фантазии. Ты придешь к самому себе. Бузя, Бузя, тут такое Бузя пришло. Такое Бузя, Бузя пришло. Где ж ты такое малое берешься, а? Ой, какой ты Бузя. Ладка, иди сюда. Ну и уже иди ко мне, иди. Да. Мурзик. Сиди, Мурзик. Мне кошки привычнее. Или большие собаки. Ну, это нас такие собаки. А это и не собака, и не кошка. Ты кто? Ты не собака, и не кошка. Так что да. А по поводу подавления злости, вот смотри, мы же не просто так разделили отдельно начало подавления, отдельно злость. Потому что человеку все равно придется осознать в тот момент, когда она на него давит, вот эту крышечку, ее надо осознать отдельно. А вот эту вот начиночку, ее осознать отдельно. И вот эта вот начиночка, она значительно больше, чем вот эта крышечка. Вот. И пустить в проработку. И там, где со злостью, там очень много теневой стороны. Там очень много теневой стороны, там очень много того, что человек вообще не осознает. И я иногда даже, вот я понимаю, что мы сейчас будем вести эту программу. Я понимаю, что мы ее составили, мы ее составили глубокой очень. И иногда даже задумываюсь, блин, думаю, опять надо будет помогать людей подгружать, чтобы они смогли войти в эти состояния. И, наверное, где-то даже страхи перекрывать на подходе, потому что это все-таки в тени идти. Это все-таки знакомство с тобой. Это, это, это. Это те открытия, которые готовы, готов ли каждый человек сделать в себе. Классно, если он хотя бы практику зеркала будет до начала курса делать, чтобы в глаза себе смог смотреть без страха. Потому что, как мне пишут, я не могу себе смотреть в глаза. А, и даже есть научный феномен. Это я в книге «Глубина» включила. Есть научный феномен. Если ты 10 минут смотришь в глаза сам себе, то у тебя лицо начинает плыть и начинают вылазить страхи наружу. Вот так люди себя любят. Представляешь? Вот так они себя любят. И это уже даже имеет название феномена. Не помню, могу посмотреть, скажу. Смотри, если долго на себя, если долго на себя смотреть, то начинает, смотри, наплывать страх и начинает искажаться. Искажаться лицо, да. Лицо. И это нормально. И это нормально. Ты слышишь меня? Я слышала, что ты. Это у человека нормально, что у него искажается от страха и от злости лицо. Подмены, смотри, какие подмены. Да, ты тоже красива. Это уже тогда, когда вот это написано, это там научно, там где-то обосновано. Да. И сказана фраза «это нормально». Это нормально. У людей, если знаешь, они сразу «это нормально». Да, что мне делать в зеркало, если у меня должно поплыть и исказиться лицо. Да, да, да. Сделай так, чтобы оно не плыло и не искажалось, чтобы там любовь была к самому себе. И вот это нормально. А не то, что оно у тебя искажается от злости и плывет. У нас в понедельник подавление, да? Подавление, а потом начинается злость. И я сама жду злость. Знаешь, почему? Потому что вот это же последние, получается, полгода вообще очень плотная работа со злостью идет. Потому что очень плотное осознание идет в теневой части. И очень плотная работа идет с силовым ресурсом. Вот эти все вещи, они взаимосвязаны. То есть, и мне хочется все-таки подвести итог этой работе и завершить эту работу курсом, который останется в видеозаписи. И в дальнейшем его опять-таки можно будет брать только на видеозаписи. То есть, его повторять не будет иметь смысла. Я так чувствую, что этот курс злость. Взрывной. Взрывной будет. Взрывной – это бомба. Причем эта бомба на все уровни. Человек может прийти нулевой, человек может прийти подготовленный. И для всех будет бомба. Абсолютно. Но при этом, чем больше человек подготовлен, тем больше он возьмет. Иначе ему потом придется добирать при самостоятельной работе. Да, я с тобой согласна. Но ты знаешь, есть такое чувство, что у кого-то может, знаешь, как прорваться искренность. Может. И тогда, если прорывается искренность, то это человек, даже который неподготовленный пришел. У него может просто, знаешь, он как зайдет просто с другой стороны и сразу возьмет материал. Ой-ой-ой-ой. Какая она прикольная. Я даже сама жду этот курс. Так я тоже сама жду. Мне само интересно. Потому что вот когда мы проводим такие программы взрывные, знаешь, что это бомба войдет в штуку. Ты понимаешь. А вот сейчас, кстати, и остались такие взрывные программы, которые именно по проработке себя. Здесь не столько важна психотехническая база. Она здесь отойдет на второй план. Здесь именно проработка. Это более практическая штука. А потому что у нас с тобой уже есть огромный опыт и глубина. Мы с другой стороны с тобой подходим. Поэтому уже совсем по-другому. И вот смотри. Мы давали курс для начинающих. Мы же его не смогли дать простым. Нам вообще уже нельзя давать курс для начинающих. Оказался просто невероятным. Такой, где действительно мы просто уже не могли дать. Где уже есть. Бери и живи. И живи. Пользуйся, да. Все. Осознал, вперед. Осознал, вперед. И поэтому я даже уже не хочу рассматривать форматы начинающих дальше. Вот все есть. Ты знаешь, вот все есть в наших книгах, в наших курсах. И лишь вот такие, как сейчас пошли курсы, они... Как это сказать? Они как незавершающие неправильно. Обобщающие. Целостные. Они дают целостность. Они заполняют те пустоты, которые не заполнены. Как эти пазлики последние. Последний пазл, который ты собираешь, чтобы действительно кайфовать. Кайфовать, жить и балдеть от этой жизни. Это как балдеть собакой, да? Окей, так не надо, конечно. Надо с разумом, но... Какая она прикольная, слушай. Я не могу. И ни кот, и ни собака. Моя ладошка. Моя ладошка. Оладушка. Держи. Сколько ей лет? Шесть с половиной. Пятнадцатого она. А, подожди. Да, да. Пятнадцатого года она. Скоро семь. Сросленькая уже. Она такая маленькая. Она вот такая к нам пришла в дом. Вот такой, как хомячок. Вот натурально, вот такая, как хомячок. Такой черный комочек. И Марта... И такая прикольная, она была шустрая. Марта бегает, ну, побольше которой. А это за хвост. Не можешь догнать. Так она за хвост Марту хватит зубами. И едет. И едет так сзади. А Март носится. А это и ездит. Со скоростью. Я люблю больших собак. Я люблю всех. Я люблю всех. Но в доме я не люблю больших собак. Большая собака в доме не люблю. Шерсти очень много. А в доме нет. Шерсти очень много. А так я люблю животных вообще. Это мой такой пунктик, который мой муж ругает меня за это. Что вечно есть кто-то у нас. Даже птичка, он не знает. Слышна или не слышна здесь на камеру. Ну, он песню поет. У нас всегда кто-то есть. Почему не знаю? Оно кайфно. Мне нравится, например, как кошка приходит ночью ложиться. То на меня спать, то на мужа, то между нами, то рядом с кем-то. Она выбирает только ребенку, пойдет поспит на нем. Я обалдею тоже. Слишком умная кошка, блин. Когда смотришь, такая уже умная. Недавно прочитала, что только очень дорогие породы отличают у кошек, если они не лазят на стол, если они не царапают мебель, если они ходят на унитаз. То есть, когда у них разум. Разум. Разум, да. И я сижу, и муж говорит, слушай, у нас самая, наверное, дорогая породистая кошка называется Белорусская лесная. Лесная. Подзаборная. Говорю, не лазит она у нас на стол, не царапает мебель, ходит на унитаз. Животные, они же берут от хозяев. Какая семья, такие животные. Так же, как и дети. Да, копированием. Точно так же. И смотришь на Муся, она такая свободолюбивая, попробуй ее погладить. И пошла. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...